Приветствую, дорогие ученики! Greetings! С вами Елена Викторовна, обучающий канал OK English. Мы с вами проходим английскую грамматику для среднего уровня. Мы работаем по учебнику English Grammar in Use. Это отличное грамматическое пособие для тех, кто хочет в полной степени овладеть английской грамматикой уровня Intermediate. Мы проходим урок 77 из этой книги. Автор этой книги, напомню, Raymond Murphy. Мы изучаем тему «Определённый артикль the» в английском языке. Это пятый урок из серии, которая посвящена определённым артиклям. И сегодня мы будем говорить о том, нужен или не нужен ли артикль the вместе с именами, фамилиями и географическими названиями. Здесь есть о чём поговорить. Приступаем к разбору данного юнита. Обычно мы не используем артикль the вместе с именами людей. То есть, например, меня зовут Елена. По-английски обычно скажут Helen. Никто не скажет the Helen или a Helen. Артикль просто не нужен с именами. Запоминаем. Никаких the N, the Peter, the Alex и так далее. Helen, Peter, Alex. То же самое касается, когда мы говорим имя и фамилию. Можно сказать Helen, можно сказать Helen Taylor, например. То же самое правило работает с географическими названиями различных мест, например, стран и городов. Мы не ставим с ними артикль the. Как это работает? Давайте посмотрим на табличку. Мы не используем the с названиями континентов. Что такое континент? Это большой кусок земли. Мы говорим Africa, не the Africa. Мы говорим Europe, не the Europe. Мы говорим South America. Южная Америка, не the South America. Мы не используем артикль the. Он не нужен нам с названиями стран, штатов. Например, France, Франция, не the France. Japan, Япония, не the Japan. Brazil, просто Brazil, Бразилия. Texas, Техас. Это такой американский штат. Нам не нужен артикль the с названиями островов. Например, Sicily, Сицилия. Bermuda, Бермудские острова. Tasmania, Тасмания. Не нужен артикль the. Нам не нужен артикль the, когда мы произносим названия городов, городишек и деревень. Например, Cairo, Каир. New York, Нью-Йорк. Bangkok, Бангкок. Никаких the Cairo, ни the New York, ни the Bangkok. Ничего нам такого не нужно. И последнее. Нам не нужен артикль the с названиями гор. Everest. Никаких the Everest. Этна, Kilimanjaro. Никаких артиклей the нам не нужно. Обязательно запомните эту табличку, друзья мои. Но в любом правиле, конечно же, есть исключения. Если мы говорим о странах, в названиях которых входят такие слова, как Republic, Република. Kingdom, Королевство. States, Штаты. Нам нужен артикль the. Например, the Czech Republic. Чешская республика. The, потому что Republic. The Dominican Republic. Доминиканская республика. Опять слово Republic. Появилось the. The United Kingdom. Объединённое королевство. Имеется в виду Великобритания. Если вы не знаете, что the United Kingdom – это одно из названий Великобритании, не только Great Britain. Допомните, пожалуйста. Также, друзья мои. United Kingdom часто сокращается по первым буквам. Получается, the UK. Если кто-то думал, что UK – это Украина, вы ошибались, друзья мои. Это Великобритания. The United States of America. Соединённые Штаты Америки. The USA, вы, думаю, уже очень часто видели. Запоминаем. The USA. Потому что в полное название входит слово States, Штаты. Например. Have you been to Canada? Or the United States? Ты бывал в Канаде или в Соединённых Штатах? Даже можем не говорить America, the United States. Понятное дело, States требует артикля the. Когда мы называем кого-то с использованием дополнительного идентификатора, например, Mr., Mrs., Captain, Doctor, а потом имя этого человека, нам не нужно the. Друзья мои, если кто-то не знал, что Mr. – это Mr., запоминаем. Mr., Mrs. Это Mrs. Есть ещё определение Mr. Это Miss. Captain – капитан, doctor, доктор. В английском языке, друзья мои, если вы знаете, что человек работает доктором, не называйте его мистер, называйте его доктор. То же самое касается и капитана. Например, Mr. Мистер Джонсон, мистер Джонсон, доктор Джонсон, доктор Джонсон, капитан Джонсон, президент Джонсон, президент Джонсон. Президент сюда же относится. Артикль the не нужен. Ещё артикль the нам не нужен, когда мы кого-то называем с использованием слов. Uncle – туда же относится. Aunt, Granny и так далее. Uncle – Роберт, дядя Роберт, член семьи. Saint Catherine – святая Катерина. Слово saint не требует артикля the. Princess Maria – принцесса Мария. Сюда же относится. Prince, Queen, King и так далее. Артикль the нам не нужен. Давайте сравним. We called the doctor. Мы позвали доктора. We called Dr. Джонсон. Мы позвали доктора Джонсона. В первом примере нужен артикль the, потому что мы просто позвали конкретно доктора, который нам был нужен. Во втором примере Dr. Джонсон – это имя человека. К нему так обращаются. Если мы, друзья мои, перед географическим названием горы, например, или озера, используем определительные слова, например, mount – это то же самое, что mountain – гора, lake – озеро, то артикль – это тоже не нужен. Например, mount Everest – гора Эверест, mount Etna – гора Etna, lake superior – озеро superior, lake Victoria – озеро Victoria, they live near the lake – они живут возле озера. They live near lake superior – они живут возле озера superior. В первом примере артикль the нам нужен. Они живут возле какого-то конкретного озера. Lake superior – артикль the нам не нужен. Но, друзья мои, я вам уже говорила, и ещё раз мы об этом поговорим. Артикль the надо ставить тогда, когда мы говорим названия океанов, морей, рек и каналов, то есть водные географические названия. The Atlantic – атлантический океан. Можно говорить просто the Atlantic, можно говорить the Atlantic Ocean. The Indian Ocean – индийский океан. The Mediterranean Sea – средиземное море. The Red Sea – красное море. The Channel – это название, которое переводится либо как английский канал, либо как La Manche. Англичане принципиально называют пролив между Францией и Британией the Channel, хотя весь мир называет его La Manche. The Amazon – река Амазонка. The Nile – река Нил. The Suez Canal – суэцкий канал. И все остальные географические названия, которые относятся к чему-то морскому и водному, тоже требуют the. Мы используем the с названиями пустынь. The Sahara – пустыня Гоби. Друзья мои, если вы не знали этих названий, пожалуйста, откройте карту, посмотрите, где все это находится. Честно говоря, я не уверена, где находится пустыня Гоби, но это, наверное, не имеет отношения к английскому языку. Также мы используем артикль the с множественным числом людей и мест. Ну, как это выглядит? Ну, в первую очередь, если мы говорим о членах какой-то семьи и называем их по фамилии, мы используем the. The Taylors – имеется в виду семья Тейлора. The Jonsons – семья Джонсонов или Джонсоны. Если я буду переводить русскую фамилию Петровы, я скажу об этом так. The Petrovs – если я буду переводить, скажем, Ивановы. The Ivanovs – появляется не только the, но и окончание s. Если название страны дано во множном числе, нам тоже нужен артикль the. The Netherlands – Нидерланды. Даже в русском оно во множном числе. The Philippines – Филиппины. Артикль the и тоже окончание s. The United States – здесь помимо того, что используется слово states, штаты, оно ещё и во множном числе. Поэтому тем более нужен артикль the, друзья мои. Если мы называем группу островов, не один остров, запомните, а именно несколько. The Canaries – Канарские острова. The Canary Islands – Канарские острова. The и окончание s, которое перешло в данном примере уже на слово острова, но тем не менее их много. The Canary Islands – кстати, переводится как канарейка. Если бы мы знали сразу, что канарские острова на самом деле – это острова канареек, может быть, нам бы совсем по-другому представлялись эти острова. The Bahamas – Багамы, окончание s и артикль the. Если гор, которые мы называем несколько, то есть это группа горная, мы тоже ставим артикль the и множное число. The Rocky Mountains – Скалистые горы. The и окончание s, которое стоит возле слова mountains – горы. The Rockies – второе название. The Andes – Анды. The Alps – Альпы. Друзья мои, всё это, конечно же, нужно запомнить. И ещё один момент, о котором стоит поговорить. Если мы называем какой-то кусок страны с использованием части света, нам нужен артикль the. The North of Brazil – Север Бразилии. Вообще, часть света – the North, the South, the East, the West – они всегда требуют артикля the. The South East of Spain – Юго-Восток Испании. Просто само по себе Юго-Восток, the South East требует артикля the, друзья мои. Но, если мы используем часть света вместе с суффиксом earn, то есть, уже говорим не север Бразилия, северная Бразилия, какая, да, то нам артикль the не нужен. Northern Brazil – Северная Бразилия. South Eastern Spain. Заметьте, не South East, а South Eastern. Юго-Восточная Испания. Сравниваем. Sweden is in Northern Europe. Spain is in the South. South – Швеция находится в Северной Европе. Испания находится на юге. The South, но Northern. Также мы говорим the Middle East – Средний Восток. The Far East – Дальний Восток. Артикль D тут тоже нужен. Также мы используем слова North, South – Север и Юг без артикля Z по отношению к некоторым регионам и странам. North America – Северная Америка. South Africa – Южная Африка. Это тоже нужно запомнить, друзья мои. А ещё, если вы всё-таки прямо после этого урока откроете английскую географическую карту и найдёте все эти названия на карте, вы обратите внимание, что the может там и не писаться. Но это и понятно. Зачем усложнять карту? Ведь каждый и так знает, когда the нужно, а когда не нужно. То есть, запоминаем, на карте the может не стоять. Но при этом вы уже прекрасно знаете, когда оно нужно. Друзья мои, обязательно запомните. Все примеры, которые мы перебрали в этом юнити, материал очень важный. И артикли выдадут вас безграмотного человека, если вы будете путаться в разговоре, друзья мои. Поэтому обязательно запоминаем. Имена без артиклей, фамилии без артиклей. Если фамилия, целый семье артикль нужен и окончание s. Страны без артиклей, города без артиклей. Но если страна имеет слово republic, kingdom, states и так далее, то the нужно. Все водные географические названия используем the. То, что не водное, the не требует, друзья мои. Если название во множном числе, то ставим the и окончание s. И части света the north, the south, the north, east и так далее. Все это используем уже со словом the, если это не прилагательное, друзья мои. Потому что с прилагательными, например, northern, eastern, уже, конечно же, артикль the мы не ставим. Все основное перечислила. Спасибо за внимание. Спасибо, что были со мной. Если материал вам полезен, обязательно жмите кнопочку «Мне нравится». Поддержите мой канал. Мне это очень важно, видеть от вас обратную связь. Поэтому делайте репосты, ставьте лайки, поддерживайте комментарии к урокам. Спасибо вам за то, что вы со мной. Подписывайтесь на канал. Меня зовут Елена Викторовна. До встречи в следующих уроках. Goodbye.